Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 7 класс. 8b. 8b. Page 78. Страница 78. Eco-helpers. Помощники экологии. Vocabulary. Ваш словарный запас. Helping out. Задание первое. Look at the picture. Посмотрите на картинку. What is each person in the picture doing? Что каждый человек на картинке делает? Plant flowers. Сажать цветы. Recycle cans. Утилизация банок. Утилизация – это переработка. Collect rubbish. Собирать мусор. Build nesting boxes. Строить скворечники. Teach the cycle of life. Обучать круговороту жизни в природе. Clean out a pond. Чистить пруд. Read a book about ecology. Читать книгу о экологии. И в каком времени мы должны отвечать на вот эти вот вопросы? Что каждый человек на картинке делает? В каком времени вопрос задан, в таком же времени мы и отвечаем. Видите, is и doing. То есть глагол to be, am, is, are, плюс второй глагол с окончанием in, это the present continuous tense. Картинки, как правило, описываются именно в этом времени. The present – настоящее, continuous – продолженное, tense – время. То есть мы должны поставить, во-первых, глагол to be перед словом. Если человек один, а здесь практически все по одному, то мы будем говорить is. И к глаголам добавлять будем окончание –ing. Planting, recycling и так далее. Пример. Dave is planting flowers. Dave сажает цветы. Вот он. Второе. Салли. Салли. Салли is collecting rubbish. Салли собирает мусор. Дальше Энди. Энди is reading a book. Ну, можно добавить. Is reading a book about ecology. Энди читает книгу об экологии. Дальше Джейн. Джейн. Джейн is teaching the cycle of life. Джейн обучает круговороту жизни в природе. Тим. Вот он. Тим is building nesting boxes. Тим строит скворечники. Дальше Джон. Вот он. Джон is recycling cans. Джон утилизирует банки. И Rose. Rose is cleaning out a pond. Rose очищает пруд. Второе задание. Who is using the tools, equipment below? Кто использует инструменты или оборудование ниже? What are they using them for? Для чего они это делают? Пластиковый мешок. Пример. Sally is using a ladder to collect rubbish from the treehouse. Sally использует лестницу, чтобы собрать мусор с дома на дереве. Обратите внимание, здесь опять все предложения в present continuous tense. Про Салли мы сказали, теперь перейдем к Тиму. Вот он. Тим использует молоток и гвозди, чтобы построить скворечники. Роуз. 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 Роуз is using a net to clean out a pond. Роуз использует сеть, чтобы почистить пруд. Салли и Джон are using plastic bags for the rubbish. Салли и Джон используют пластиковые мешки для мусора. Ну и больше всего инструментов у Дэйва. Дэйв is using a spade to plant flowers, a watering can to water the flowers, and a rake to rake the garden. Дэйв использует лопату, чтобы сажать цветы, лейку, чтобы поливать цветы, и грабли, чтобы граблями, так сказать, как это назвать по-русски, пограбить сад, граблями сделать помягче землю. Он использует садовые перчатки, чтобы работать в саду. Задание третье. Reading and listening. Чтение и аудирование. A. Look at the title and the picture. Посмотрите на заголовок и на картинку. What does eco-helpers mean? Что означает помощники экологии? Можно ответить на этот вопрос так. Eco-helpers are people who help the environment. Помощники экологии – это люди, которые помогают природе. Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Dave. Hi, Tim. What's up? Привет, Тим. Что случилось? Tim. Oh, hi, Dave. О, привет, Dave. What are you doing here? Что ты делаешь здесь? Dave. О, я являюсь членом клуба помощников природы, или эко-активистов, как это называется у нас в стране. Тим. Oh, yeah, I've heard about that. О, да, я слышал об этом. Салли collects rubbish for recycling in the park every Saturday morning, doesn't she? Салли собирает мусор для переработки в парке каждое субботнее утро. Не так ли? Dave. That's right. Это верно. She's been doing that for a month. Она занимается этим уже в течение месяца. I've been building nesting boxes. А я строю скворечники. Tim. Nesting boxes, скворечники. Dave. Well, there aren't many trees left in the city for birds to build their nests. Ну, осталось немного деревьев в городе для птиц, чтобы они могли там строить свои гнезда. If we don't help them, they will have to leave the city. Если мы не поможем им, они должны будут покинуть город. Tim. That's interesting. Это интересно. What else have you been doing? А чем еще вы занимаетесь? Dave. We've been planting trees and cleaning out ponds for a week now. That the weather's good. Мы сажаем деревья и очищаем пруды уже в течение недели. Пока хорошая погода. Tim. Your club sounds wonderful. Ваш клуб. Это здорово. I could join as well. Couldn't I? Я могу присоединиться тоже. Не так ли? Dave. Of course you could. Конечно, ты можешь. We really need volunteers. Мы реально нуждаемся в волонтерах. But you have to see Miss Jackson first. Но сначала тебе надо повидаться с Miss Jackson. She'll tell you what to do. Она скажет тебе, что делать. Tim. Sounds great. Звучит здорово. I'll join first thing Monday morning. Я присоединюсь к вам первым делом в понедельник утром. Ну и потом нас наверняка будут просить объяснить слова, выделенные жирным шрифтом. Вот давайте мы прямо сейчас это сделаем. Итак. Join. Присоединяться. А тут joined в прошедшем времени. Это правильный глагол. Присоединился. Recycling. Утилизация. Переработка. Left. Это прошедшее время. Это не правильный глагол. Это прошедшее время от leave. Не leave жить, а leave. Покидать, оставлять. Left. Покинул, оставил. Nest. Гнездо. Nest с гнезда. Ну вот опять то же самое слово leave. Только в настоящем времени. To leave. Покидать. А вот прошедшее. Left. Weather. Погода. И volunteers. placed. Volunteers. Volunteers. Вол, palabras. deepen. Ф Porque.